Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска. Двигатель для 2 литра вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 93 тысячи километров. Заменим сегодня на этом автомобиле свечи зажигания. Открываю капот, снимаю крышку и снимаем катушки. Откручиваю крышку, 2 болта, головка на 10. Сидят они под впускным коллектором. Снимаем коллектор. Откручиваем 5 болтов крепления коллектора головки. Вот они болты, тоже головка на 10. И 2 болта, головка на 10. Все сильнее затянуто. Сейчас возьму побольше головку. Откомните. Откручиваем4 болтов крепление коллектор. Вы крышут там ликола-лимбократ fact. Откручиваем 34 км обув. Да,tain 있고요. вот эти кронштейны тоже нужно снимать они мешают а Щук тоже убираем. Откручиваю, ослабляю оба хомута на воздуховоде, на патрубке. Ослабляю хомут, снимаю. Снимаем разъем. И вот у нас на дроссель идет два шланга. Снимаем хомуты, снимаем шланги и затыкаем их болтами, чтобы антифриз у нас не бежал. Болты беру десятки. Маленько антифриза потеряем. Непосло. Маленько антифриза. Зат Antone人民 и банки. Маленько антифриза. Маленько антодиа. Рот, которые выходят на воду, нет. потеря небольшая совсем чуть-чуть снимаем разъем с дроссельной заслонки так вот чтобы снять нам коллектор нужно открутить дроссельную заслонку вот болт я его показываю через зеркало он упирается в дроссель снимаем дроссель откручиваем четыре болта но так как мы его снимаем мы сразу заодно его и помоем головка на 8 а а а Продолжение следует... Дроссельная заслонка не очень загажена. Грязненькая, но не загажена. А вот и этот болт с торца видно. Головка болта на 10. Хомут снял. Снимаю шланг вентиляции. Остается у нас на коллекторе. Болты я нижние ослабил. Все их откручиваем и снимаем коллектор. Все, болты нижние я снял. Снимаем шланг еще сзади, который у нас уходит на вакуум. Теперь вроде бы все. Вот таким образом подобрались к катушкам. Внизу видно попала пыль во впускные окна сверху. Сейчас эту пыль убираю и окна закрываю, чтобы у нас ничего туда не попало, ничего не засыпалось. Да имполный б cop penal. Снимаем шланга. Изнめу Georкова. Все, дошли. Очистки пути. Продолжение следует... Все, я их заткнул Перед тем, как Ставить коллектор Сейчас здесь продую компрессором Сдую всю эту пыль, грязь, которая Сверху у нас есть Также сейчас катушек сдую Сверху 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 Снимаю разъемы с катушек, нажимаю на фиксатор. Откручиваем болты. Головка на 10. Катушки здесь прописаны, не должны быть, но чтобы не рисковать, не путайте их местами. Ниссаны вроде этим не болеют, но тем не менее. Все катушки сухие. Прокладка не пропускает. А теперь возьму, продую. Под катушками грязи быть не должно, но всякое бывает. Поэтому при откручивании свечи, чтобы грязь не попала в цилиндр, лучше продуть. Берем магнитную головку свечную на 14. Винтель подлиннее возьму. Хочется свеча. Распределить. Распределить. Перед. Продолжение следует... Головка с сухой. какая длинная свеча тоже стояла ngk и в оригинале лежит ngk свеча пробежала 93000 не менялась использовать будем оригинальную 22401 ckb 22401 ck 81b а по ngk она идет plz kar 6a 11 маркировка сразу на коробке указано свечи да зазор на ней установлен сразу головка магнитная поэтому свеча магнитится устанавливаем потихонечку закручиваем резьба на свече длинная свечка тоненькая поэтому большого усилия не надо здесь прямо на коробке написано на свечах с кольцом 1 2 до ворота после того как поджали без кольца конические которые идут 1 16 оборота сейчас посмотрю сколько по мануалу идет ньютона метров и по динамо ключу закрутим затягивается свечи 22-25 ньютона метров но чтобы не искушать судьбу я поставил 23 ньютона метра и еще хотел показать мне как-то человек сказал что свечи надо мазать никогда не мазал никогда не попадался но новые веяния вносят новые требования купил заказали и привезли алюминиевую смазку типа медной но алюминиевую нанесу на свечку маленько и закручусь не вот такая вот смазка алюминиевая смазка типа как медный ток алюминиевая фирмы пинга маркировку не знаю и и не и 850 500 я еще посмотрю в комментариях уточню какая именно сторону отодвину чтоб не брызгать на автомобиль вот такая вот штукенция вот руки чувствуется конечно мягче идет без сопротивления уже нету беру динамо все шучок произошел ну и таким же образом выкручиваю остальные свечи и меняю их все свечи я установил и подтянул ставлю на место катушки по порядку как снимал так и ставлю все шучок Болты крепления катушек сильно затягивать не надо. Бывает, иногда откручиваешь такое впечатление, что на выдохе тянули эти болты. Сделаю, что здесь подлазить к разъемам неудобно. Обработаю их нано протеком. Такой нано протек. И защелкивается лучше. И защита от лаги. Ну а теперь помоем дроссельную заслонку. Как и всегда, я использую очиститель карбюратора и дросселя. Ну и буду делать так, чтобы электронная часть была вверху. Пусть маленько потиснет. Ну и буду делать так, чтобы электронная часть была вверху. И вверху. И вверху. Продуваю и протираю. Все, помыл дроссель, продув, протер и устанавливаем его на место, когда установим сам коллектор. На коллекторе прокладку снизу я протер, протирал вниз отверстиями, также эту тоже вниз отверстиями, чтобы грязь туда не попадала. Убираем заглушки и ставим коллектор аккуратно, не тряся туда грязи. Наживляем болты, болты головка 10, а сам болт М8. Пока не подтягиваю, просто наживляю. Теперь также наживляю задний болт, который у нас на кронштейне. И болт, который у нас находится со стороны дросселя. Офигеть 1, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 1-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 3-4, 3-4, 2-3. Вот теперь можно болты коллектора подтягивать. Большую головку брать не буду, маленькой затяну и маленькой подтяну. Затяжку этого усилия хватит. Одеваю шланг, одеваю хомут. Теперь можно затянуть задний болт, одеваю шланг тормозного вакуума. Также одел хомут, здесь шланг стоял не на месте. Значит кто-то когда-то здесь уже лазил. Или так при сборке собрали. Вот место для шланга. Теперь закручиваю вот этот болтик. Закручиваю кронштейны. Закручиваю кронштейны. Рецепт. Смех. Через 10 минут минут. И ставлю дроссель на заслонку. Субтитры делал DimaTorzok И заодно сейчас оберем, заведем и посмотрим, нужно ли нам будет обучать дроссельную заслонку или нет после отключения. Вытаскиваю болты и надеваю шланги. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, все подключения сделал. Теперь устанавливаем воздуховод. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Завелся сразу. Обороты повышенные, как на прогреве встали. Все, автомобиль прогрелся. Сам вышел в свой режим. По двигателю слышно обороты рабочие. У него получается около 700 оборотов. Закрываю крышку. Субтитры делал DimaTorzok Не у всех автомобилей. Не у всех автомобилей это происходит, что они сами встают в свой режим. Поэтому на некоторых приходится обучать дроссельные заслонки. Если обороты не выйдут при прогреве в норму. На этом все. Замену свечей зажигания я закончил. Всего вам доброго.